Здравствуйте! Эфир нашего телеканала продолжает разговор о духовных основах и векторах развития Крыма и России. У нас в гостях Олег Лебедев, депутат Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с отечественниками. Олег Владимирович, за плечами у нас 1 мая и все помнят о том, что так совпало в этот день. Мы отмечали сразу два праздника, День Труда, светский и духовный, что называется, Великий День Воскресения Христова. Власти республиканские, как многим кажется, справедливо, а некоторые несправедливо отказались от торжеств, посвященных Дню Труду, сделав выбор в пользу духовного. Вы какой из этих праздников 1 мая отмечали и почему? Во-первых, они не совпали на все воля Божья. Второе, власти нашей республики Крым не отказались от празднования 1 мая. Поздравили, а мы все это видели и слышали, и с Великим Праздником Великой Пасхи, и с Праздником Трудящихся. Поэтому говорить о том, что светские власти отказались праздновать, это неправда, потому что у каждого должно быть свое право выбора. Прошли те времена, когда власть кого-то заставляла выходить на улицы, и это тоже слава Богу. Поэтому люди выбирают по душе, по сердцу, по своим привычкам. И я по душе, по сердцу выбираю только один праздник, это Великую Пасху, потому что я верующий человек, давно пришел к вере и живу в душе с Богом. Олег Владимирович, вот сейчас о вере много кто говорит, и это не первый год, понятно, после развала Советского Союза. О своем отношении к вере стало и безопасно, с одной стороны говорить, с другой стороны и модно. С некоторых пор, ну вот между тем, о духовном воспитании тоже говорится не меньше, особенно представителями власти, некоторыми общественниками, политиками. Но много кто считает, что по указке тоже верить нельзя и духовно развиваться тоже невозможно. У вас за плечами свой жизненный опыт, у вас за плечами три высших образования, два срока в Государственной Думе Российской Федерации, у вас Афганистан за плечами, опыт, что называется, службы в горячей точке. Как и когда вы поняли в этой жизни, что вопросы веры имеют для вас ключевое значение, и на ваш взгляд, вот другого человека заставить быть духовным или по-иному относиться к вере можно или нет? Ну, у меня за спиной, мои все друзья знают не только Афганистан и другие горячие точки. Я был свидетелем нескольких конфликтов военных, в том числе и на Донбассе, это тоже все знают. Но это не повод был прийти к Богу, потому что к Богу я пришел намного раньше и не после Афганистана, хотя многие приходят к Богу после испытаний, после войны, после страданий определенных. Я пришел немного позже к Богу, это меня привело в свои личные убеждения, осознание, и когда-то даже было принято уже, как вы сказали, уже когда ушли от канонов Советского Союза, потом принято было уже или модно было крестить детей, не поверя, потому что так вот пришло время, все крестят, и я буду крестить, или мода такая была. И, допустим, когда крестили мою дочь в 93-м году, я тогда еще, как все, был и думал, что просто это надо, не объясняя себе для чего и почему. Чуть позже, вот осознанно, где-то в году после 96-97 года, когда вот такие были тоже непростые времена для государства нашего, когда больше была у меня возможность пообщаться с людьми, которые истинно верующие, вот у меня вот много друзей, которые веруют с советского времени, так мне дал Господь возможность встретить их на своем пути, но встретил я уже где-то в 97-м году, 97-98 год. В 98-м году я пришел к тому, что сейчас многие говорят о том, что, наверное, надо было бы вернуть царя, монархию. Я сторонник этого, потому что я считаю, что, это моя личная точка зрения, отречение Николая II от престола нарушило три единства — вера царя Отечества, во что всегда веровало русское общество. Олег Владимирович, Вы, когда о русском обществе сказали, нельзя не вспомнить слова классикой мыслителей Великого XIX века, русского писателя Федора Достоевского, который говорил о том, что быть русским — это, в первую очередь, быть православным, подчеркивая вот эту вот особую роль веры в национально-политическом каком-то мышлении, русской политической, в первую очередь, нации. Согласны ли Вы с такой постановкой вопроса? И вот вторая часть этих рассуждений, она касается, наверное, все-таки Вашей профессиональной работы в профильном комитете Госдумы. Вот под русским миром многие понимают каждый свое, да, что Вы понимаете под русским человеком, и что Вы, как депутат, как политика, как верующий человек, понимаете под русским миром? Спасибо за вопрос, но я хочу завершить еще предыдущий вопрос, сказать, можно ли заставить человека верить. Коротко скажу, нет, потому что к Богу надо прийти, с Богом надо жить, в душе жить с Богом. И вера — это не направление где-то механическом, где надо кого-то научить своей специальности, его можно научить специальности, а верой в Бога нельзя научить, к Богу надо прийти. Касающаяся непосредственно моей работы, Сотруженности независимых государств, Евразийской интеграции, связи с отечественниками, конечно, я в своей работе многие годы работаю с отечественниками по всему миру, как Вы уже сказали, есть такое понятие, как русский мир. И для меня русский мир — это конкретные люди. Русский мир — это люди, которые думают на русском языке, говорят на русском языке, считают себя частью русской культуры. Вначале Вы сказали о том, что Клайсик сказал, что русский — это православный. Сегодня это не совсем так, но мне бы очень хотелось, чтобы так было, потому что русский человек действительно православный человек. Я уже говорил до этого, за веру царя и отечества. Первая вера, потом царь, а потом отечество. И чтобы сказать о русском мире, я хочу сказать, что если бы русского мира не было, и мы в него не верили, вот некоторые говорят, нет русского мира вообще, просто нет, это выдумка Российской Федерации, выдумка Владимира Владимировича Путина для того, чтобы завоевать мир. Это на самом деле вранье полное, это говорят люди некомпетентные. Владимир Владимирович Путин сказал, что защита русского мира является первой степенной задачей российского государства. И тому яркий пример наш Крым в феврале 2016 года, когда Владимир Владимирович Путин сказал перед референдумом, после референдума, мы всегда защищали и будем защищать русский мир и соотечественников. Вот вам яркий пример, что такое и кто такие люди русского мира, что такое русский мир и понимание, любовь большой России к русскому миру. А вот продолжая тему, которую вы обозначили, но и датировали, февраль 2014 года, в Крым приезжает всемирно известная реликвия дары волхвов. Вы были одним из организаторов и деятельных участников прибытия сюда в Крым, этих всемирно почитаемых всеми христианами святынь. В Симферополе очередь, ну, несколько дней буквально к этим святыням, она не прекращалась. А вот в Киеве в феврале того же года, когда эти святыни побывали, вроде как свидетели, очевидцы говорят, что и людей там было очень немного. Вот продолжая тему русского, нерусского, православного, неправославного, правильного, неправильного. Действительно, вот духовное умонастроение и состояние человека определяет эту политическую реальность. Чем отличается тот период на Украине и непосредственно в Крыму в феврале 2014 года? Ведь дело в том, что действительно я один из организаторов того, что были принесены дары волхвов в тот момент на Украину в целом. И начинали мы с Киева. В Киеве уже проходили волнения. В Киеве уже был, в принципе, государственный переворот вооруженный, незаконный. И, конечно, стоило больших трудов охранять дары. Но когда говорят, что там не было людей, на самом деле это неправда, потому что были сильнейшие морозы, сильнейшие морозы, когда очень тяжело было на улице. Многие наши телезрители и слушатели были в Киево-Печерской лавре. Это надо представить вход от основного храма, где были дары волхвов. И все, что касалось вниз по спуску, это порядка 4 километров, стояли очереди людей. И мы создали условия, арендовали автобусы, делали автобусы для того, чтобы люди могли греться в очередях, готовили горячую пищу, и огромное количество людей приходило. Но чем отличалось поклонение дарам волхвов в Киеве и у нас в Крыму? Во-первых, в Крыму, когда мы летели сюда, не было погоды. Кто помнит этот момент, было вледенение, был туман. И борт сел только с четвертого раза и в Севастополе. Мы ехали сюда машинами. На все воля Божия Господь нам дал такую возможность приземлиться. И когда мы приехали в Симферополь, было уже огромное количество людей. Больше практически 100 тысяч в Симферополе прошло людей за эти дни. А в Севастополе за один день прошло 110 тысяч. Когда мы с моими друзьями спрашивали у людей, о чем молитесь, часть людей говорили о том, чтобы не было войны, о том, чтобы не было резни, о том, чтобы мир был в Крыму в отличие от всей Украины. В Севастополе то же самое, но в Севастополе еще говорили. Мы молимся за русский Севастополь. Вот это мне на всю жизнь запомнилось и врезалось в память. И когда мы уже улетали, через несколько дней я уже вернулся сюда в составе делегации депутатов Государственной Думы. Это был Леонид Слуцкий, председатель комитета. Я и советник Кротов Михайлович, советник Нарышкина. Когда мы сюда уже возвращались, вернулись 20 февраля, уже был другой Крым. И это мое ощущение, не потому что я в этом непосредственно принимал участие, а мое это твердое ощущение, твердое убеждение, что Господь дал нам благословение на сохранение мира в Крыму. Спасибо большое, Олег Владимирович, за ваши ответы, за то, что нашли возможность переехать в студию и ответить на вопросы. Всех благ, удачи в работе. Спасибо. Но мы не прощаемся с вами, увидимся в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин